История начинается в Японии, где горожане услышали мощный взрыв. Они выглянули в окно и увидели ударную волну, вызванную сильным инопланетным монстром. Затем он начал вторую атаку и разрушил несколько домов. Ущерб был огромным, и правительство было предупреждено о том, что возникла большая опасность. Тем временем мы видим репортера, который ведет прямую трансляцию и предупреждает зрителей о чудовище. Затем таинственный парень вышел из своего дома и направился к врагу, чтобы избить его. Вслед за этим мы видим плачущую девочку и сильного инопланетянина. В последний момент она была спасена, и его спросили, кто он такой, и он сказал, что он просто герой-любитель без предыстории. Сайтама узнал, что человек-вакцина – это монстр, который планировал уничтожить людей и их злую цивилизацию. Так вот, человек-вакцинатор привел его в действие и сказал Сайтаме, что у него нет ни единого шанса против него. Сайтама не испугался и победил его одним ударом. Он не мог поверить, что его бой закончился после одного удара и был в отчаянии. Мы видели, как три года назад Сайтама встретил человека-краба. Он удивился, почему Сайтама не убежал. Мистер Краб сказал, что съел просроченные пирожки с крабом и превратился в человека-краба. Внезапно Сайтама ответил, он безработный и у него не было настроения убегать, потому что ему отказали на собеседовании при приеме на работу. Он понравился мистеру Крабсу, потому что его глаза были такими же безжизненными, как и его собственные. А еще он сказал, что ему интересно найти мальчика с большим подбородком, и он собирается оторвать ему руки. Позже Сайтама не мог поверить своим глазам, увидев мальчишку с большим подбородком и спросил его, не связался ли он с большим монстром-крабом. Сайтама узнал, что тот что-то нарисовал на нем маркером и не знал, стоит ли ему предупреждать мальчика. Внезапно появился мистер Крабс и напал на него. Сайтама инстинктивно спас мальчика и сказал ему бежать, но он отказался и сказал, что хочет вернуть свой футбольный мяч. Мистер Крабс был в ярости, и Сайтама спросил его, почему он убил маленького мальчика из-за безобидной шутки. Он сказал, что ему доставляет удовольствие причинять боль невинным людям, и его гордость была уязвлена, потому что мальчик разыграл его. Сайтама был оскорблен и рассмеялся, потому что подумал, что мистер Крабс выглядит как злодей из аниме, которое он смотрел. На Сайтаму напали, и он решил убить этого сопляка с большим подбородком. В этот момент Сайтама вспомнил о своей детской мечте стать сильным героем и вызвал мистера Крабса на поединок в реальной жизни. Мистер Крабс пришел в ярость и избил Сайтаму своими руками-крабами. Он сказал, что покончит с жизнью Сайтамы, но Сайтама разыграл обратную карту он и победил мистера Крабса. Так что Сайтама выиграл бой, и с того дня он тренировался до тех пор, пока не облысел. Он стал таким сильным, что с того дня никто не мог победить его. Кроме того, он задавался вопросом, почему в его сердце было так пусто. Внезапно в продуктовый магазин ворвался огромный мужчина, оставив на земле огромный след. Затем мы видим злого ученого, который превратил своего младшего брата в гигантского монстра. Причина в том, что его младший брат хотел стать самым сильным в мире. Он тренировался каждый день, а его старший брат производил лучшие стероиды под названием Король бицепсов. После этого ученый дал своему младшему брату производимые им стероиды, и тот превратился в гигантское существо с бицепсами. В результате он планировал завоевать весь мир вместе со своим младшим братом. Затем ученый заглянул в будущее, и его младший брат разрушил города. Все жители были предупреждены о гигантском существе. Жители города Ди разбежались. После этого ученый сказал своему младшему брату, что он самый сильный человек в мире. Внезапно он заметил мужчину на плече своего брата. Он приказал своему младшему брату убить его, но тот понял, что убил не того человека. Тогда тот разозлился и швырнул Сайтаму на землю как игрушку. На Сайтаму напали, и он просто ждал, пока его враг не остановит серию атак. После этого человек, который использовал стероид, почувствовал себя опустошенным, и Сайтама почувствовал его боль. После этого он ударил своего врага кулаком в лицо, и Сайтама понял, что подавляющая сила – это довольно скучно. Он выиграл бой и отправился в магазин, чтобы купить продукты на ужин. По дороге домой он заметил, что нет никаких признаков того, что зло в мире исчезает. Он не был расстроен по этому поводу, но что-то его беспокоило. Причина в том, что в обмен на власть он потерял свои эмоции и каждый день испытывал скуку. Затем Сайтама был оскорблен автомобильным монстром, и он снова победил его одним ударом. Позже ему стало грустно, потому что он вернулся домой целым и невредимым. В результате он захотел найти врага, с которым он мог бы сразиться до конца. На следующее утро мы видим Сайтаму, на которого напал сильный монстр. Так вот, Сайтама был потрясен тем, что его квартира была разрушена, и появился монстр, чтобы напасть на него. Однако его враги сказали, что они и есть истинные земляне, которые планировали захватить мир над землей. Затем появились многие из его друзей, и Сайтама подвергся угрозе со стороны них. Он также сказал, что они уже уничтожили 70% обитателей поверхности. Так что Сайтама наконец-то встретился с сильными противниками, и ему не терпелось сразиться с подземными жителями. Он оскорбил их и победил первого монстра одним ударом. После этого он с нетерпением ждал битвы с ними. Сайтама подвергся нападению, и он был счастлив сделать все возможное, чтобы сразиться с ними. После этого они окружили Сайтаму, и он использовал всю свою силу, чтобы ударить их. После долгого боя на него напал враг, который вызвал огромный взрыв. Земляне думали, что все кончено, и не могли поверить, что встретили такого сильного человека. Внезапно Сайтама сказал, что он просто герой для развлечения, и сказал, что поверхность находится под его защитой. Земляне разозлились и напали на Сайтаму, но он увернулся от всех их атак. В этот момент Сайтама понял, что он взволнован, как в своем первом бою, и его сердце начало бешено колотиться. Позже он заметил, что его эмоции возвращаются к нему, и появился финальный босс. Он был зол, и Сайтама бросился к нему, чтобы сразиться с сильным королем землян. Внезапно Сайтама проснулся и услышал какой-то шум снаружи. Они называли себя подземными жителями. Сайтама топнул ногой в сторону подземного короля и подумал, что ему предстоит сразиться с ними в дикой битве. К сожалению, они сразу же сдались и вернулись домой. Прошло несколько дней, и Сайтама жил своей скучной жизнью в своей квартире. Он смотрел телевизор и узнал о вспышке комаров в своем городе. После этого он вышел на улицу, чтобы полить свое растение и не увидел новостей об опасном рое комаров. А потом комар сел ему на руку. Он раздавил ее, но маленький комар не умер. Так что он использовал все свои силы и попытался убить комара. Тем временем все горожане были предупреждены о демоне высокого уровня опасности. Затем мы видим красивого киборга, гоняющегося за роем комаров в городе Зет. Вор использовал это время, чтобы украсть ценные вещи, и он недооценил предупреждение о комарах. Внезапно появился рой комаров, и он был сбит с толку. На него напали, и комары высосали всю его кровь. Откуда ни возьмись, мы видим комариную королеву, которая была не в восторге от небольшого количества крови. Внезапно появился Дженас и открыл огонь по комариной королеве. Он понял, что она приказала всем комарам высосать всю человеческую кровь, и она планировала высосать всю кровь Дженоса. После этого она приказала всем комарам высосать его кровь, но он атаковал ее армию огненным взрывом. Она не могла поверить, что Дженас сжег всех ее любимых комаров. Тем временем Сайтама думал, что поймал комара, но ему это не удалось. Затем мы видим Геноса, который начал свою следующую атаку на королеву комаров. Она смогла противостоять его атакам, и Генос привел его в действие. Он увеличил свою мощь и выпустил сильный огненный заряд. Королева комаров смогла увернуться от его атаки и оторвала ему одну из рук. Она посмотрела на Геноса сверху вниз, но он буквально за мгновение оторвал ей ноги. Однако она попыталась убежать, но Генос не дал ей убежать и снова напал на нее. Она поняла, что Генос опасен, и приказала своей банде комаров высосать всю кровь животных. После этого Генос был готов использовать всю свою силу, чтобы уничтожить ее. Из ниоткуда появился Сайтама, который попытался убить одного единственного комара с помощью спрея от насекомых. Он увидел рой комаров, и Джинос сказал ему убегать. Сайтама не успел вовремя убежать, и королева комаров приготовилась к следующей атаке. В этот момент Генос использовал свою силу киборга и с легкостью уничтожил всех комаров. Он был уверен в своей победе, и после его нападения весь город был разрушен. Внезапно Сайтама поблагодарил его за спасение и не мог поверить, что Сайтама жив. После этого королева комаров посмеялась над ним и тоже осталась жива. Она превратилась в комара-суперклетку и атаковала Йонса со своей сверхскоростью. Джиносу не удалось увернуться от ее атаки, и он был тяжело ранен. Кроме того, он понял, что его враг стал более могущественным после того, как выпил огромное количество крови. Тогда Джинос решил пожертвовать своей жизнью и активировал механизм самоуничтожения. В последний момент появился Сайтама и просто ударил ее по лицу. На следующий день Джинос навестил своего нового хозяина, и Сайтама подумал, что он просто пошутил. Сайтама сказал ему, что ему не нужен ученик, и он задумался о своем теле киборга. Потом Джинос подумал, что его новый учитель тоже киборг, и спросил о его броне цвета кожи на голове. Сайтама почувствовал, что над ним издеваются, и Джинос извинился за свои грубые слова. После этого он рассказал Сайтаме о своей предыстории, о том, что его семья погибла в результате несчастного случая. Так Сайтама узнал, что киборг вышел из-под контроля, он едва выжил и сам стал киборгом, чтобы найти и уничтожить злого киборга. Несколько часов спустя он почувствовал раздражение, услышав его длинную историю и остановил Геноса. Тем временем другой злой ученый узнал, что его прототип монстра был уничтожен. Ему пришла в голову идея изучить Сайтаму в качестве своего нового эксперимента, и он приказал своему помощнику прислать ему приманку. После этого Генос попросил его научить его становиться таким же сильным, как он сам. Сайтама сказал, что он превзойдет его, и спросил, готов ли он раскрыть свой секрет, чтобы стать сильнее. Внезапно появился богомол, и Сайтама победил его всего одним ударом. А потом мы увидели еще больше врагов снаружи. Дженос выпрыгнул из окна, но Сайтама уже победил других врагов. На него напали из ниоткуда, но он сказал, что с ним все в порядке. После этого появился киборг, и Генос задался вопросом, не он ли уничтожил его семью. Генос напал на него и задал киборгу несколько вопросов. Тем временем, Сайтама был окружен двумя сильными монстрами, которые намеревались избить его. Генос беспокоился за своего хозяина, но ему нужно было сосредоточиться на собственной борьбе. Поэтому Генос использовал свои огненные атаки, но враг выдерживал его атаки. Киборг сказал, что они произошли от дома эволюции. Потом мы увидели Сайтаму, ему было скучно, и он сказал, что земля – идеальное место для сна. Король зверей решил, что он глупый, и оскорбил Сайтаму. Так Сайтама показал им, что они слабаки, и заметил, что его костюм был грязным. Король зверей был зол и хотел показать ему свою истинную силу. Он напал на Сайтаму и убил своих собственных товарищей по команде. После этого он превратился в монстра высокого ранга и увеличил свою силу. Сайтама с легкостью уклонялся от всех его атак, и никто его не боялся. В конце концов он тоже начал атаку. В результате Сайтама победил сильного короля зверей своими обычными ударами. Один из товарищей по команде противника попытался убежать, но Сайтама нашел его. Затем мы видим, как Генос допрашивает гориллу-киборга, и тот говорит, что у Геноса нет ни единого шанса против второго по силе воина их команды. Однако он узнал, что король зверей потерпел поражение и извинился за свою грубость. После этого мы узнали об одном ученом, который жил очень давно. Он был гением и смог внести значительный вклад в развитие человеческих знаний. Однако вскоре он разочаровался в окружающем мире. Кроме того, ни одна из его идей не получила даже малейшей поддержки со стороны научного сообщества. У него был план по развитию человечества, но его план провалился, потому что его идею сочли опасной. Поэтому Генни решил осуществить свою мечту любой ценой. После того, как ему исполнилось 70 лет, его усилия начали приносить результаты. После этого Генни клонировал себя и назвал свою лабораторию домом эволюции. Внезапно Сайтама прервал рассказ и спросил, какое отношение он имеет к нему. Они пригрозили горилле-киборгу, чтобы он изложил суть истории и он извинился. Так вот, горилла-киборг объяснил, что его босс очень заинтересовался телом Сайтамы, но ему не нравятся мужчины. Дженас объяснил своему хозяину, что ученый-чудак и им нужно его устранить. Сайтама согласился и сказал, что им нужно поторопиться, потому что завтра состоится отплытие новой PlayStation. Перед отъездом Генас спросил гориллу-киборга, есть ли еще киборги в доме эволюции. Горилла-киборг ответил, что он единственный боевой киборг. Тем временем Генни и его клоны были потрясены тем, что Сайтама и Генас разгромили их элитные силы. Кроме того, они узнали, что они были на пути к уничтожению его лаборатории. Гений сказал, что они должны подготовиться к выпуску Карнажа Кабута. Все клоны были напуганы, но их лидер сказал, что у них не было другого выбора. Затем мы видим, как Сайтама и Генас бегут к убежищу злого ученого. Генас был уверен, что Сайтама умеет летать, но он ответил, что люди не рождаются со способностью летать. Позже они прибыли в дом эволюции. Генас немедленно активировал свои способности киборга и превратил все здание в пыль. Сайтама узнал, что Генас считал, что это самый эффективный способ уничтожить их всех одним махом. После этого они нашли подземный подвал. Затем мы видим клона, сражающегося с монстром, но он не смог выжить, и монстр Кабуту уничтожил его. Вскоре после этого в комнате появился Гений и поприветствовал созданного им монстра. Кабута был хулиганом и жаловался, что его всю жизнь держали в заперти. Ученые сказали, что его заперли, потому что он психически неуравновешен. Так что Кабута разозлился еще больше и сказал, что он идеальное существо, которое все искали. Тогда ученый попросил его об одолжении и заключил сделку с Кабута. Он предложил освободить его, если ему удастся схватить двух сильных врагов. Затем мы видим, как Сайтама и Генас почувствовали живое существо в глубине убежища. Кабута появился из ниоткуда и сокрушил Гено со своей чудовищной силой. Сайтама был потрясен, увидев, как Генас врезался в стену. После этого Кабута вызвал его на дуэль. Они решили сразиться в самой большой комнате комплекса, и Кабута недооценил своего противника. Внезапно появился Генас, и Кабута был удивлен, что он все еще жив. Генас атаковал Кабута сильными огненными вспышками и показал ему свою истинную силу. Кабута смотрел на него сверху вниз, и он выдержал его пулеметный удар. Сайтама сказал своему ученику, что тот не должен давить на себя, но тот отказался. Тогда Генас использовал свою последнюю энергию, но его атака была отражена. Сайтама был в ярости из-за того, что испортил прическу Геноса. Тем временем гений попытался сбежать и был тяжело ранен. Он вспомнил, что всегда критиковал людей за их слабые способности. Он вспомнил, что ему было 15 лет, когда эта мысль пришла ему в голову. С того дня он начал разрабатывать свой план развития человечества. К сожалению, он не планировал, что лысый парень в модном мужском костюме встанет у него на пути, но он был уверен, что его самое сильное существо сможет победить героя хобби. Затем Сайтама побежал к Кабуте и спросил, является ли он абсолютным оружием дома эволюции. Кабута посмотрел на него сверху вниз и показал Сайтаме свою огромную скорость. После этого он почувствовал опасную ауру, и его инстинкты подсказали ему бежать прочь. Кабута был потрясен своим противником, потому что все его инстинкты предупреждали его не нападать на Сайтаму. В результате он спросил Сайтаму, как тот стал таким сильным. Сайтама был удивлен его вопросом и сказал Дженосу, чтобы он тоже внимательно слушал. После этого он заметил, что за ним стоит гениальный ученый. Дженос подумал, что слишком рискованно раскрывать этим парням секрет Сайтамы. Однако Сайтама рассказал им свой секрет о своей огромной силе. Сайтама сказал, что он тренировался в течение многих лет и сделал 100 отжиманий, 100 приседаний и 100 приседаний. Он также бегал по 10 километров каждый день и питался как культурист. Поначалу он думал, что умрет от интенсивных тренировок, но не сдавался. Он продолжал тренироваться и через год у него появилась лысина. В результате он обрел невероятную силу и смог превзойти самого себя. Они не могли поверить в то, что сказал Сайтама и подумали, что он шутит. Так что Генос накричал на него и он сказал, что просто выполнял стандартную силовую тренировку. Кроме того, он сказал, что просил учиться у него не только для того, чтобы послушать шутки. Сайтама понимал, что Генос может ему не поверить, но он говорил правду. Внезапно Кабута тоже разозлился и назвал Сайтаму лжецом. Он увеличил свою силу и превратился в опасного монстра. Кабута был в своей последней форме и у него появился план убить Сайтаму с помощью своей огромной силы. После этого он подготовил свою атаку и Сайтама был глубоко погружен в свои мысли. Так что Сайтама получил удар кулаком в лицо и он полетел по комнате. Он проигнорировал тот факт, что Кабута швырнул его как свою игрушку. Он думал, что совершил ужасную ошибку, потому что Кабута сказал, что он будет неистовствовать целую неделю. Однако Сайтама понял, что он не может позволить Кабута неистовствовать еще несколько недель, и он подумал, что у него нет никаких шансов против Кабута. А потом Сайтама понял, что он нарушит свой выгодный день в супермаркете. В результате он победил Кабута одним ударом. После этого Дженос объяснил гению, почему тот поднял такой шум. Причина заключалась в том, что сегодня был день выгодной сделки, которого он с нетерпением ждал. Дженос попытался успокоить его и сказал, что если они поторопятся, то успеют вовремя. В последующие дни мы видим, как один человек жалуется на то, что богатые становятся еще богаче, а бедные подвергаются наказанию со стороны общества. Хаммерхед хотел изменить общество и пытался привлечь людей на свою сторону своей речью, чтобы создать утопию. К сожалению, никто из людей не заинтересовался его речью, и он разозлился. Затем они стояли перед зданием, принадлежащим богатому инвестору, и Хаммерхед испытывал зависть. Он приказал своему подопытному снести здание, принадлежащее богатому инвестору. Здание тут же рухнуло, и все жители этого района бежали от злодеев. После этого один из членов команды Хаммерхеда сказал ему, что они разрушили не то здание. А затем мы видим героя Мумитроля, который помог маленькому мальчику справиться с его проблемой. Маленький мальчик был благодарен ему за то, что он снял свой воздушный шар с дерева. Тем временем Сайтама проснулся, и ему приснился кошмары человеке, который хотел поиграть с ним в камень-ножницы-бумагу. Сайтама понял, что это был всего лишь сон, и посмотрел телевизор. Он узнал о преступнике класса Б Хаммерхеде, который разрушил много зданий в городе Ф. Сайтама почистил зубы, и ему было наплевать на Хаммерхеда. Внезапно он узнал, что все члены группы брили волосы, и почувствовал себя оскорбленным, потому что они украли его внешний вид. Сайтама решил наказать их и хотел втоптать их всех в землю. После этого мы видим, что город Ф и Хаммерхед доставили неприятности его группе. Откуда ни возьмись, появился велосипедист, выступающий за справедливость Мумитроля. Он бросил вызов Хаммерхеду, но у него не было ни единого шанса, и он проиграл бой. После этого инвестора Зиниру предупредили о террористе, но он отказался бежать. Внезапно появился его телохранитель, и инвестор Зиниру был рад видеть Соника. Соник сказал, что он справится с этим, и им не нужно беспокоиться. Так вот, Соник сказал, что он собирается вырубить их и переломать им все кости. Затем мы видим, как Хаммерхед и его группа направляются к зданию Зиниру и планируют разрушить его дом. Внезапно появился спид оф Соник и сказал, что ни один из его врагов не сможет выбраться живым. Молотоголовый приказал своим последователям атаковать Соника, но тот завладел дьявольским плодом Трафальгара Лоу и отделил их головы от тел. Так что Соник легко победил всех, и все были сбиты с толку, потому что Соник был слишком быстр. Молотоголовый был напуган и пытался защитить себя силой своего боевого костюма. Соник посмотрел на него сверху вниз, и на него обрушился огромный камень. Тем временем Сатаму приняли за преступника. А потом мы снова увидели Соника, и он был удивлен, что его противник не попытался убежать. Он увернулся от всех атак Молотоголового, и Молотоголовый оскорбил его. Потом Молотоголовый сказал, что он попался в его ловушку, но Соник не испугался, потому что был уверен в победе. Соник бросился к своему противнику и увеличил скорость, пока бежал к нему. Молотоголовый сказал, что он попал в него и думал, что он вдавил Соника в землю. Откуда ни возьмись, Соник победил Молотоголового сзади, и он сообщил своему клиенту, что его работа выполнена. Затем он заметил, что тело Молотоголового исчезло. Ему удалось сбежать, так как его череп всегда был толще, чем у обычного человека. а потом мы увидели Сайтаму, который искал его. Тем временем доктор Кусино вылечил Геноса, и он рассказал о своем новом хозяине, который спас его. Генос был благодарен Сайтаме за то, что тот дважды спас ему жизнь, а доктор Кусино был счастлив видеть, что Генос обрел хорошего друга. Затем доктор Кусино сказал, что он создал новый набор аугментаций, и когда это будет сделано, он определенно сможет превзойти своего учителя. После этого мы видим, как Молотоголовый думает, что Сайтама хочет присоединиться к его группе. Внезапно на Сайтаму напали, и Молотоголовый был шокирован тем, что его удар не сработал. Сайтама сказал, что его боевой костюм выглядит неубедительно, и он оскорбил Молотоголового. Так что он разозлился и увеличил свою мощь, чтобы начать еще одну атаку с полной мощью. В этот момент Сайтама вспомнил, что постоянно использовал этот прием в детстве и легко остановил Молотоголового. Сайтама понял, что его враг очень похож на него и уничтожил свой боевой костюм. Тогда Молотоголовый попросил пощадить его, и Сайтама сказал, что пощадит его, если он перестанет творить злые дела. Позже, когда Сайтама возвращался домой, появился Соник, который искал Молотоголового. Внезапно на Сайтаму напали, но он увернулся от всех атак Соника. Сайтама заметил, что его приняли за последователя Хаммерхёда и попытался прояснить это недоразумение. Соник не поверил ему, сказав, что его лысая голова доказывает обратное. Затем Соник рассказал ему о своей предыстории, о том, что он ниндзя, который совершенствовал свои техники с детства. Его гордость была задета, когда Сайтама дважды уклонился от его атак. Сайтама подумал, что он просто хочет попробовать свои силы на нем. После этого Соник показал Сайтаме свою скорость, но он не был впечатлен. Сайтаме стало скучно, и он спросил Соника, может ли он пойти домой. Соник не мог смириться с тем, что Сайтама видит его атаки насквозь, и попытался ударить его ногой. Однако Сайтама увернулся от его удара и случайно попал ему по яйцам. Он извинился, и Соник почувствовал сильную боль. Некоторое время спустя Соник узнал имя своего противника и сказал, что в следующий раз он покончит с собой. Сайтама не мог воспринимать его всерьез и пожелал ему удачи. Вечером Сайтама рассказал историю о Сонике, и Генос тоже его не знал. Потом Сайтама разозлился, потому что понял, что никто не знает его как героя. Генос был потрясен проблемой Сайтамы, потому что он победил бесчисленное количество монстров и все еще оставался неизвестным героем. Он хотел стать популярным героем. Генос вспомнил, что еще один герой получил награды за победу над Молотоголовым в своей группе. Внезапно Генос нашел способ помочь Сайтаме и рассказал ему об ассоциации героев. Именно так Сайтаме пришла в голову идея зарегистрироваться вместе со своим другом Геносом в ассоциации героев. Позже мы видим двух киборгов, которые пытались убить Молотоголового, но он остался жив из-за своего толстого черепа. Затем мы видим Сайтаму, заполняющего регистрационные формы во время просмотра новостей. Он знал, что один неверный шаг, и его жизнь оборвется, как удар молота. На следующий день мы встретились с ассоциацией героев, и они решили, что Муми Тролль останется лучшим героем класса С. Затем они обсудили официальный тест на героя. К сожалению, у них возникла проблема с тем, что качество кандидатов с каждым годом снижается, и они планируют оценивать кандидатов более тщательно критически. Затем мы видим, как многие кандидаты готовятся к экзамену. Они разогрелись, а Сайтама был недооценен другими кандидатами. После этого начался первый тест на физическую форму, и Сайтама выполнил свои боковые прыжки. После этого Сайтаме пришлось бегать и поднимать тяжести. Сайтама почти разрушил все здание своей огромной силой, и ему удалось везде набрать самые высокие баллы. Позже, когда Сайтама ждал результатов, появился его приятель Дженос. Он спросил своего друга, как все прошло, и тот сказал, что оба теста прошли легко. Дженос сказал, что письменный тест был очень легким, и любой желающий мог получить за него полные баллы. Через час они получили результаты, и Дженос получил сертификат героя С-класса. Сайтама тоже считал себя героем С-класса, и Генос поздравил его. Затем он попросил своего учителя дать ему интервью, потому что Геноса спросили о доме эволюции. Ассоциация героев спросила его, разрушил ли он все здание целиком. Они были счастливы узнать, что он уничтожил преступников, а Генос был официально зарегистрирован как герой С-класса. Тем временем Сайтама узнал, что на самом деле он герой С-класса. Генос перепутал верхнюю половину моря, и Генос планировал устранить это недоразумение, но Сайтама сказал, что это только еще больше смутит его. Затем мы видим парня, которого уведомили о том, что Генос получил сертификат героя С-класса. Популярный и красивый герой уставился на его фотографию и уже планировал когда-нибудь встретиться с ним. Позже мы увидим Сайтаму и Яноша в лекционном зале. Герой класса А-снейк посмотрел на них сверху вниз и сказал, чтобы они серьезно относились к своему статусу героя. Внезапно он разозлился, потому что Сайтама его не слушал. Герой класса А-снейк попытался запугать его и исполнил странный танец ТикТок. У Сайтамы были и другие проблемы, так как его жвачка прилипла к лицу, и Дженос спросил, все ли с ним в порядке. Вечером они вернулись домой, и Генос подробно рассказал своему учителю об ассоциации героев. Сайтама на самом деле не интересовался ассоциацией героев, а Генос уже предвкушал совместную героическую работу со своим учителем. Кроме того, Генос сказал, что теперь он официально является его учеником, и Сайтама понял, что Генос доставит ему много неприятностей в будущем. Тем временем Снейк жаловался на двух новых героев и считал их дилетантами. Но правительственный лидер возразил ему, сказав, что эти двое не являются слабаками. Он сказал Снейку, что Сайтама с трудом сдал письменный экзамен, но чуть не разрушил все здание во время теста на физическую форму. Снейк не мог поверить, что такой глупый парень как Сайтама может быть сильнее его. Потом мы увидели Сайтаму, и он понял, что Генос это просто потрясающе, потому что он был одним из героев высшего уровня. Внезапно появился Снейк и попытался прочитать Сайтаме лекцию. Он атаковал Сайтаму странной техникой, но его атака не удалась. Несколько дней спустя они были на горе, и Дженос сказал ему, что они оба занимают последнее место. Затем он сказал, что после совершения более героических поступков они получат имена героев. Сайтама надеялся, что он не получит дурацкого прозвища, такого как Лысый в накидке. После этого Дженос поблагодарил его за то, что он согласился на его необоснованную просьбу. Сайтама хотел помочь Дженосу стать сильнее и был готов тренироваться вместе с ним. Дженос сказал своему учителю, что хочет сражаться вместе с ним до конца. Однако Дженос начал свою первую атаку, и Сайтама увернулся от его удара. Дженос начал более мощные атаки против своего хозяина, и Сайтама прыгнул в небо. Внезапно Сайтама был сбит лазерным лучом, который превратил в пыль часть горы. Сайтама не пострадал, а Генос увеличил скорость. После этого Сайтама тоже увеличил скорость, и Геносу не удалось попасть в своего хозяина. Он был быстрее Геноса и исчез. Так что Генос обнаружил его и обнаружил, что он убегает. Генос активировал все свои пушки и прицелился в Сайтаму, но тот появился у него за спиной. Потом Генос сказал, что хотел бы сразиться с Сайтамой до конца, и что ему не стоит сдерживаться. Генос знал, что сила Сайтамы не знает границ, и что его можно уничтожить одним ударом. Так что Сайтама показал ему всю свою мощь, и Дженос почувствовал жажду крови от его удара. Сайтама атаковал его, но он остановил свой удар, прежде чем ударить своего ученика. После этого Генос был ошеломлен и понял, что Сайтама монстр, потому что он разрушил гору позади них. Затем мы видим маску героя Амайи. Он узнал о местонахождении Гена и ушел. Тем временем Сайтама поужинал и вызвал Геноса на дуэли с-за лапши удон. Несколько мгновений спустя владелец ресторана был ошеломлен, потому что Генос съел целое ведро лапши удон. Внезапно в ресторан с лапшой вошел Майи в маске и заговорил с Геносом. Сайтама предупредил своего друга, что он может стать таким же новичком, как снег. Они вышли на улицу, и Дженос спросил его, почему он хочет поговорить с ним. Сайтама беспокоился за Геноса и интересовался, все ли с ним в порядке. Через несколько минут Дженос вернулся в ресторан с лапшой, и Сайтама подумал, что он победил маску Амайи. Дженос сказал ему, что он просто поприветствовал его, и поклонник маски Амайи попросил пожать ему руку. По дороге домой Сайтама был удивлен, что к героям С-класса и С-класса относятся по-разному. Тем временем Дженос вспомнил слова, сказанные в моей маске. Он сказал, что профессиональный герой всегда должен быть прекрасным символом справедливости. Дженос подумал, что человек в маске хочет подраться, но он остановил его и дал несколько советов на будущее как члену команды героев. В конце концов, человек в маске сказал, что ожидает от него великих свершений. После этого Дженос попрощался, и Сайтама испытал странное чувство, услышав его слова. Кроме того, мы видим мою маску, и он заинтересовался Геносом. Позже Генос появился в квартире Сайтамы и спросил, может ли он переехать к нему. Сайтама отказался, но Генос убедил его, предложив огромную сумму денег. Прошло несколько дней с тех пор, как Генос переехал в квартиру своего учителя, и Сайтаме стало интересно, что же записывает его ученик. Сайтама знал, что Генос умнее его, и не знал, чему его научить. Внезапно Генос сказал, что если он не будет регулярно заниматься героической деятельностью, то его имя будет удалено из реестра героев. Сайтама сказал, что он смотрел новости каждый день и не видел сообщения о каких-либо катастрофах, поэтому Генос объяснил, что репортеры не освещают обычные преступления. Сайтама не мог поверить, что только сейчас узнал о правилах. Сайтама тогда пытался действовать умно, но он не знал, как помочь Дженосу стать сильнее. Внезапно он увидел журнал и посоветовал Дженосу попробовать стать одним из десяти лучших героев. Затем он отправился на поиски преступника и обижал весь город. К сожалению, он не смог найти ни одного преступника, потому что весь день в городе было тихо. Попытка Сайтамы поймать преступника провалилась и он отправился домой. На следующий день Сайтама нервничал, потому что в городе снова воцарилась тишина. Внезапно на него напал Соник и Сайтама узнал этого парня. К сожалению, он не смог вспомнить его имя и сказал, что у него нет времени играть с ним. Почувствовав себя оскорбленным, Соник атаковал Сайтаму своим мечом, но Сайтама уничтожил его меч. Сайтама сказал ему, что он занят, а Соник испугался ауры Сайтамы. Внезапно стало известно, что Тигр в майке топе является преступником, создающим проблемы в городе, поэтому Сайтама подумал, что Соника примут за преступника, но он ошибся. Он попытался прояснить это недоразумение, но Тигр в майке топе сказал, что никогда не слышал о нем как о герое. Потом Сайтаму научили, что он больше не должен угрожать людям. Тигр в майке пытался спровоцировать Сайтаму, чтобы заставить его хорошо выглядеть перед всеми горожанами. Внезапно на него напал Соник. Все люди испугались и убежали. Соник спросил его, убежит ли он как герой или у него хватит мужества встать и сражаться. Поэтому он атаковал Сайтаму своими сюрикенами, но Сайтама увернулся от его атак. Он сказал Сонику прекратить атаку, но тот его не послушал. В последний момент Сайтама спас маленького мальчика, и он был в ярости. Он сказал, что занят и у него нет времени играть в дурацкие игры Соника. После этого он заметил, что Соник плохой парень и нокаутировал его. На следующий день Ассоциация Героев узнала, что Соник был причастен к нескольким убийствам. После этого в офисе Ассоциации Героев появился героиновый Торнадо С-класса. Она узнала о расследовании в городе Зет и по некоторым причинам разозлилась. Но им удалось ее успокоить, и Торнадо сказал, что они пожалеют, если откажутся от ее предложения. Несколько дней спустя мы посетили штаб-квартиру Ассоциации Героев, и им сообщили, что сторожевой пес исследовал город Кью. Все они знали, что город Кью – это горячая зона с большим количеством жертв и монстров, чем в любой другой области. Потом они поговорили о других городах и сказали, что ничего плохого не произошло. После этого они сказали, что иногда сильные монстры появлялись на уровне катастрофы, но их уничтожали. Внезапно один человек спросил о городе Зет, потому что он заметил, что там существует большой потенциал для возникновения катастрофы. Однако один из членов Совета сказал, что они послали двух героев класса А исследовать город Зет, так что Золотой Шар и Весенний Усач уже в пути, чтобы исследовать город Зет. Два героя осмотрели город и планировали отправиться в заброшенное место. Когда они подошли к запертому входу, то поняли, что на них могут напасть в любой момент. Золотой Мяч спросил, знает ли его коллега, почему в этом районе так много монстров. Весенний Усатый ничего не знал, а Дженос заметил, что двое парней вошли в его капот. Дженос почувствовал, что они зачем-то гонятся, и почистил туалет. После этого мы увидели монстра из морских водорослей, который услышал о сильном монстре в городе Призраке. Затем два героя обнаружили монстра из морских водорослей и планировали сразить его. Золотой Шар выпустил ракету, но его атака была отражена. Внезапно на него напал монстр из морских водорослей. Весенний Усач беспокоился за своего друга, но на него тоже напали. Ему удалось увернуться от атаки противника и выполнить волшебный трюк. После этого он сразился с монстром, используя свои навыки владения мечом. Весеннему Усатому удалось блокировать все его атаки. Затем он приготовился нанести удар мечом и пронзить монстра. Монстр из морских водорослей не захотел превращаться в суши и просто отпрыгнул в сторону. Так вот, Весенний Усатый был впечатлен тем, что его противник уклоняется от его атаки и понял, что ему нужно позвать на помощь. Затем он связался с Ассоциацией Героев и попросил о помощи. После этого водорослевый монстр сказал, что он из другого города и что он слышал о монстре в городе Призраки. Тем временем в консультационную группу Ассоциаций Героев поступил призыв о помощи, и они узнали, что два героя класса А попали в беду. Они попытались отправить ближайших героев в город Призрак в качестве подкрепления. А потом мы видим Весеннего Усатого. У него больше не было сил, и он потерял сознание. Вскоре после этого водорослевое чудовище обнаружило Сайтаму. Он направлялся домой, чтобы приготовить ужин. На Сайтаму напали, и он вспомнил, что забыл купить водоросли. Позже Генос узнал, что Сайтама купил водоросли по дешевой цене. Генос сказал ему, что водоросли полезны для роста волос, и этим обидел Сайтаму. Позже Ассоциация Героев сообщила, что два героя класса А были доставлены в больницу с серьезными травмами, но монстр был побежден таинственным человеком. Впоследствии героиновый торнадо класса С также узнал об этом случае. Она накричала на мужчину, который поначалу отклонил ее просьбу провести расследование в городе Призраки. Затем мы видим группу героев из следующих места преступления и гадающих, какой монстр причинил огромный ущерб. Кроме того, на месте преступления они нашли морские водоросли. Кроме того, ходило много слухов о сильном монстре в городе Призраки. Несколько дней спустя Дженос сообщил своему учителю, что его ранг поднялся с последнего места до 342-го. Затем Сайтама узнал, что Дженос по-прежнему занимает последнее место, но по популярности занимает шестое место. Сайтама почувствовал зависть и узнал, что Геноса прозвали принцем киборгов. Несколько недель спустя к Земле подлетел огромный метеорит, и ученые были потрясены этим открытием. Причиной их испуганных лиц заключалась в том, что метеорит был размером с Луну. Они также подсчитали, что метеорит скоро упадет на Землю и первый ударит по городу Зет. Так что Ассоциация Героев созвала всех героев класса С навстречу, и Сайтама спросил, может ли Дженос привезти Логана Пола, давай лучше выпьем с ним по дороге домой. После этого Дженос прибыл в здание Герой, где его встретил взрыв. Дженос узнал Серебряного Клыка, который занимал третье место среди героев класса С. Он объяснил Дженосу, что все герои класса С были призваны, потому что возникла большая проблема. Так вот, Серебряный Клык сказал, что это дракон уровня угрозы и метеорит упадет на Землю через 30 минут. Генос узнал, что весь город Зет будет разрушен, и у них скорее всего не будет шансов эвакуировать всех вовремя. Затем Генос спросил, что он планирует делать, и Банк сказал, что он должен защитить свое Додзё. Тем временем все жители города Зет пытались спастись от метеорита, но не смогли сделать это вовремя. Генос понимал, что все погибнут, но он сделал все возможное, чтобы защитить людей. Поэтому Генос активировал свой костюм Железного Человека, который он украл у Мстителей и увеличил свою силу. Внезапно появился Киборг, который также планировал уничтожить метеорит. Генос узнал Киборга Бафоя, который также был одним из героев С-класса. Затем Генос спросил, нужна ли ему его помощь, но тот отказал Геносу в его просьбе. Бафой ответил, что он приехал только для того, чтобы испытать в полевых условиях свое новое супероружие. Затем Генос узнал, что Киборг перед ним – всего лишь беспилотник, управляемый дистанционно с помощью контроллера Xbox. Он также сказал, что он не Киборг Бафой, и Дженос узнал, что он герой класса С – Металлический рыцарь. После этого Металлический рыцарь начал атаку и выпустил ракеты по метеориту. Затем ракеты попали в метеорит, и Генос был поражен их разрушительной силой. К сожалению, атака Металлического рыцаря не удалась, и метеорит продолжал лететь к земле. Генос рассчитал время удара и очень нервничал, потому что если его атака не удастся, все жители погибнут. Внезапно раздался взрыв. Он успокоил его и сказал, что он еще молод и должен верить в свои силы. Генос набрался храбрости и вложил ядро Железного Человека себе в руку, чтобы собрать достаточно энергии. Затем Генос выстрелил в метеорит изо всех сил, но это не сработало. Банк думал, что его атака отбросит метеорит назад, но он ошибся, и у Геноса закончилась энергия. Когда Генос потерял надежду, появился его учитель. Он представился героем и сразу же захотел спасти мир. Однако Сайтама прыгнул в небо и приготовил свой обычный удар. Он ударил метеорит кулаком, и тот разлетелся на множество мелких осколков. Сильвер Фанкбанк был поражен невероятной силой Сайтамы, и в этот момент весь город содрогнулся. А затем на землю упали осколки метеорита. Сайтама думал, что спас город, но не заметил, как здания позади него начали разрушаться. Три дня спустя людям сообщили, что город Зет не был полностью разрушен. Дженос не мог простить свою некомпетентность, потому что он ничего не мог сделать. Но Сайтама сказал, что он не сделал ничего плохого, и что он должен быть счастлив, что никто не погиб. Дженос согласился с ним, и он понимал, что его учитель творит чудо. Дженос боялся, что многие обвинят Сайтаму в причиненном ущербе, несмотря на то, что он спас всех жителей. Внезапно Сайтама спросил об их рейтинге героев. Сайтама узнал, что он поднялся с 342 ранга до 5, тогда Генос сказал, что он заслуживает большего признания, но Ассоциация героев считала, что это не так. Генос и Металлический рыцарь уничтожили метеорит. После этого Сайтама узнал о системе уровней угроз, и Генос был уверен, что никакая угроза не представляет для него проблемы. Внезапно Сайтама произнес слова, которые вдохновили Геноса, и он тут же записал их в блокнот. Тем временем Сайтама решил найти угрозу и не позволил Геносу сопровождать его, потому что в противном случае он снова получил бы все кредиты. Затем Сайтама осмотрел город и был обвинен тигром в майке в мошенничестве. Внезапно он позвонил своему старшему брату, и появилась черная дыра в майке. Ему также сказали, что Сайтама мошенник, который присваивает себе заслуги за работу, проделанную другими. Сатама спросил их, кто они такие, и тигр в майке разозлился. Тогда у черной дыры в майке появилась идея заставить жителей Сайтамы ненавидеть Сайтаму. Он закричал, будто это он виноват в разрушении города, и жители собрались вокруг Сайтамы. План хулигана сработал, и ему удалось заставить людей ненавидеть Сайтаму. Так что все жители были настроены против Сайтамы и считали его злодеем. Сайтама не мог поверить, что все они поверили в эту ложь, и они пытались заставить его перестать быть героем. Тем временем Дженос узнал о ненавистнических сообщениях. А потом мы увидели разгневанных людей, которые оскорбляли Сайтаму. Серебряный клык наблюдал за ситуацией и не вмешивался, потому что в будущем Сайтаме придется чаще сталкиваться с ненавистниками. Внезапно братья в майках заявили, что накажут Сайтаму. Сильверфанг нашел этих двух братьев жалкими и не удивился, что они никогда не поднимутся выше класса Б. После этого братья в майках показали свои танцы в ТикТок и разозлились, потому что не смогли привлечь новых последователей. Тигр в майке был немедленно повержен и выброшен прочь. Атака черных дыр в майке тоже провалилась, и он признался, что лгал всем. Внезапно Сайтама сказал, что разрушил город, и закричал, что ему плевать на оскорбление в его адрес. Он сказал, что они могут обвинить его в том, что он плохой парень. Внезапно Джена остановил его, и он был счастлив, что у него есть великий мастер. По дороге домой Джена сказал, что никогда не встречал такого невероятного человека, как он. Кроме того, Джена сказал, что даже если все будут против него, он всегда будет следовать за ним. В последующие дни мы увидим осьминога, пытающегося править миром. У него было послание, в котором говорилось, что клан морского народа завоюет поверхность, и им следует сдаться. Тем временем Муми-тролль уже был на пути к спасению горожан. Но Сайтама случайно столкнулся с монстром и поиграл с ним в игру с кальмарами. Так что Муми-тролль пропустил битву и услышал о герое Сайтаме. Ночью он узнал, что Сайтама поднялся до пятого ранга. Внизу мы видим еще больше морских чудовищ, которые выплывают на поверхность, и коротышку с огромными дынями, который кричит о помощи. Проблема заключалась в том, что клан моряков напугал их, и они планировали завоевать поверхность. Внезапно появился герой класса А-Стингер, который был готов к бою. Местные жители были рады его видеть и подбадривали, потому что думали, что он победит врага. Тем временем Дженос использовал свои способности киборга, чтобы вытереть посуду, и сказал Сайтаме, что он поднялся на второй ранг. Внезапно Дженос спросил своего учителя, победил ли Сайтама вчера морского монстра. У Сайтамы были проблемы с запоминанием имен, а по телевизору показывали репортажи об этих монстрах. Они узнали, что монстры появились в бикини-ботом, и Муми-тролль отправился защищать людей. Затем мы видим Стингера, который был жестоко избит, а друзья губки Боба смотрели на него сверху вниз. Несмотря на свои травмы, Стингер не сдался и напал на монстров. В результате он смог победить их и отпраздновал свою победу. Из ниоткуда появился лидер морского народа и победил Стингера. Сайтама и Генос направлялись в город Джей, и Генос сказал, что попытается найти врагов. После этого мы увидим ассоциацию героев, и они узнают о Стингере. Муми-тролль ехал по шоссе, и другие герои сказали ему, что он должен повернуть назад, потому что герои класса С не могут с этим справиться. Тем временем Король Морских Глубин шел по улице, и на него смотрел герой. Молния Макс почувствовал, что позади него нависла опасность, и инстинктивно атаковал врага. Он был потрясен тем, что монстр появился у него за спиной. Затем он попытался убежать, но на него тут же напали, и он врезался в здание. Молния Макс знал, что у него нет шансов на победу, и попытался использовать свое секретное оружие, чтобы победить монстра. Он проиграл и упал без сознания создания, но герой класса С спас его. Заключенный Пури Пури сбежал из тюрьмы, и Соник был удивлен, увидев, что герои тоже находятся в тюрьмах. Соник узнал, что Пури Пури заключенный, потому что он всегда нападает на красивых мужчин и заставляет их собирать мыло. Затем появился король глубоководных морей, и заключенный Пури Пури не мог простить врагу того, что он изуродовал красивые лица двух мужчин. Он был в ярости и не мог поверить, что враг заставил его испортить свитер своего парня. Однако глубоководный король был голоден и сказал, что превратит своего врага в котлету с крабовым мясом. Заключенный Пури Пури не испугался и нанес ответный удар, и его противник был поражен его силой. Тем временем Соник заметил, что заключенный Пури Пури просто вел себя как крутой мальчик, но он был тяжело ранен. Внезапно заключенный Пури Пури решил превратиться в свою форму Сейлор Мун, но он только снял свою одежду. Соник был потрясен, увидев его голым, и Пури Пури был уверен, что победит в своей ангельской форме. Затем они начали драку, и на короля глубоководья напал заключенный Пури Пури. После этого Генос обнаружил врага, но не смог связаться со своим хозяином по телефону. Тем временем глубоководный король выдержал все атаки своего противника. Он посмотрел сверху вниз на заключенного Пури Пури и ударил его в ответ. Сила короля глубоководных морей была на другом уровне, и он нокаутировал своего противника. Затем он использовал заключенного Пури Пури в качестве ударного меча и сильным ударом отправил его на луну. Глубоководному королю было очень весело, и он бросил вызов Сонику, чтобы тот сразился с ним следующим. Соник принял его вызов и атаковал глубоководного короля сильным ударом ноги. Внезапно король глубоководья использовал одну из своих особых способностей, но Соник увернулся от его атаки. Соник сказал, что он никогда не проиграет такому слабаку, как он, и он с легкостью увернулся от удара монстра. Однако глубоководный король проникся к нему симпатией, и он тоже увеличил свою скорость. Глубоководный король превратился в более сильного монстра и сказал, что у него прибавилась энергия. Потом мы увидели муми-троля, и он встретил Сайтаму, который пытался найти своего друга. Он спросил муми-тролля, не видел ли тот своего друга Яноша. Ниже мы видим, как у Амая Маска берут интервью, и он сказал, что он просто герой-любитель. Он продвигал свою новую песню и сказал, что хочет своей песней вселить мужество в героев. Тем временем Соник попал в беду и попытался отступить. К сожалению, глубоководный король оказался быстрее и раздавил Соника своими руками. Сонику удалось сбежать, и он встретился с Дженосом во время отступления. Он сказал, что все герои были побеждены, и Дженос удивился, почему этот парень был голым. Затем мы видим жителей, которые были эвакуированы и спрятались в здании. Глубоководный король был взволнован и вошел в здание. После этого морской герой класса сказал монстру, что они сдадутся, и попросил короля глубоководья пощадить их взамен. Он отказался от этого предложения и пригрозил съесть всех людей в комнате. Внезапно появились какие-то герои, и Снейк был готов рискнуть своей жизнью. После этого мы увидели муми-тролля Райдера, который хотел показать Сайтаме дорогу. Сайтама увидел голого мужчину и подумал, что его не успели вовремя эвакуировать. Позже мы видим Снейка и его друзей, они испугались монстра. Сайтама не смог найти этого человека, и все герои были серьезно ранены. После этого появился Джена, и ассоциация героев не смогла дозвониться до муми-тролля по телефону. Сайтама нашел телефон муми-тролля и объяснил ассоциации героев, что муми-тролль отправляется на битву с монстром. Кроме того, Сайтама сказал, что позаботится об этой проблеме. Затем мы видим Геноса, который атаковал короля глубоководных морей своим взрывным ударом супер-киборга. Генос отправил его на луну, и он проделал огромную дыру в стене. Горожане были очарованы Геносом и думали, что он победил. После этого они отпраздновали победу Гена, но глубокий удар сбил его с ног сзади. Генос потерял бдительность и был серьезно ранен своим противником. Тем временем, ассоциация героев выяснила, что Сайтама был героем класса С. Председатель совета директоров пытался помешать другим героям класса С сделать это, но они поверили в него и отправили ему информацию о местонахождении монстра. Позже Генос приказал всем гражданам убегать, потому что он остановит монстра прямо перед ним. Король глубоководных морей не хотел дать им сбежать, но Генос бросился на него и атаковал киборгам. Они начали драку и обменялись бесчисленными ударами друг от друга. Затем Геносу удалось нанести своему врагу сильный апперкот, и он обрушил на него шквал огня. Он также подпрыгнул в воздух, чтобы ослепить его, и продолжил атаковать ударами своего пулемета. К сожалению, глубоководный король сумел выдержать его атаки, и одна девочка попыталась подбодрить его. В девочку плеснули кислотой, но Генос подскочил к ней, чтобы защитить. В результате тело Гена расплавилось, и глубоководный король вдавил его в стену здания. Он посмотрел на Геноса сверху вниз и назвал его жалким за то, что тот смог увернуться от атаки, но предпочел спасти девочку. Когда глубоководный король хотел убить своего противника, появился Муми-тролль и напал на него на своем велосипеде. Муми-тролль не выказал страха и атаковал монстра, но его атака не удалась. После этого глубоководный король вспомнил, что хотел убить Дженоса, но Муми-тролль не сдался и снова напал на монстра. Он знал, что от него мало толку в борьбе, потому что он был слабаком. Несмотря ни на что, он не мог смириться с бездействием и старался выиграть как можно больше времени. Горожане чувствовали его решимость, и все они верили, что он может победить. Поэтому все они старались болеть за Муми-тролля и говорили, что он может победить. Муми-тролль был мотивирован и боролся изо всех сил, но сразу же проиграл. В последний момент появился Сайтама и сказал ему, что он хорошо сражался. После этого он заметил, что Генос был ранен, и он беспокоился за своего ученика. Затем на него напал глубоководный король, но атака не причинила никакого вреда. Глубоководный король был поражен тем, что выжил после нападения, и горожане поняли, что Сайтама – новичок класса С. Тем временем глубоководный король сказал, что он самый сильный, но Сайтаме было скучно. Поэтому он напал на Сайтаму, но тот победил его всего одним ударом, и все были потрясены. Генос знал, что его хозяин победит, и горожане должны были понять, что герой класса С победил. Сайтама был разочарован скучной битвой. Ниже мы видим Соника, который вернулся, чтобы отомстить, но король глубоководья потерпел поражение. В последующие дни Сайтама возвращался домой и обнаружил беспилотник. Янош объяснил ему, что герои регулярно присылают фанатам письма, и в коробке также лежало письмо для Сайтамы. Сайтама вскрыл свое письмо и был обвинен в мошенничестве. Дженос был опечален и вспомнил тот день, когда сражался с королем глубоководных морей, потому что все приветствовали Сайтаму за победу. К сожалению, появился уродливый парень, утверждающий, что монстры просто ослабли после сражений с предыдущими героями. Он высмеял героев, и один из горожан захотел его избить. Затем Сайтама изобразил злодея, чтобы успокоить горожан. В результате все поверили, что он на самом деле мошенник, и решили возненавидеть его. Генос знал, что Сайтама только притворялся злодеем, чтобы другие герои не потеряли свою репутацию. Он также восхищался своим учителем еще больше, потому что тот ценил мир больше, чем славу. Впоследствии Сайтама обнаружил письмо от фанатов, в котором они благодарили его за героический поступок. Затем он узнал, что поднялся до первого ранга и был призван в ассоциацию героев. Ассоциация героев поздравила его и предоставила ему возможность получить звание героя класса В. Он согласился, чтобы встретиться с Геносом, и ему задали еще несколько вопросов. Тем временем многие сомневались в его силе, но некоторые члены ассоциации узнали его и сказали, что когда-нибудь он превзойдет всех героев С-класса. После этого мы видим Эми Маск, которая злится из-за того, что Генос потерпел поражение и разрушил репутацию героев. Затем мы видим двух раненых героев класса А, которые узнали о статье Геносе. Заключенный Пури Пури появился в комнате и планировал превратить двух мальчиков в своих подручных цыпочек. Они убежали, и он нашел статью о нем, в которой его называли неудачником. Вечером Сайтама получил сертификат героя класса В и планировал съесть Одина. Затем Муми-тролль решил пригласить его на ужин и поздравил с повышением в звании героя класса В. В этот момент он вспомнил, что познакомился с Муми-троллем несколько дней назад. Сайтама узнал, что это он написал письмо, и они подружились, когда ели Одина. Несколько недель спустя мы встречаемся с великой провидицей Шибабавой, и она предсказала появление монстра, который уничтожит мир. Затем мы видим в горах, что замерзшее чудовище оттаяло и пробудилось, чтобы уничтожить человечество. Годзилла ворвался в город и захотел захватить весь мир. Внезапно ассоциация героев выпустила по нему ракеты, но они не причинили никакого вреда. Затем прилетел истребитель и послал героиновый торнадо в бой. Она подлетела к Годзилле и посмотрела на слабого монстра сверху вниз. Затем Годзилла спросил, кто она такая, но торнадо проигнорировал его, и его отозвали обратно на базу. Годзилла был зол, потому что она назвала его чудаком, и она была раздражена, потому что он прервал ее телефонный разговор. Годзилла попытался растоптать ее, но она увернулась от его атаки. После этого Годзилла планировал выстрелить лазерным лучом, но она раздавила его метеоритом из космоса. Тем временем Сильверфанг обучал его приемам боевых искусств и спросил, не хотят ли двое посетителей попробовать это. Сайтама и Геннесс не были впечатлены его техникой, а ученик Серебряного Клыка не мог терпеть, когда они смотрели на его учителя сверху вниз. Потом они узнали, что его лучшим учеником был Гаро, который вышел из-под контроля и серьезно ранил всех сильных учеников. Серебрянозубый объяснил, что Сайтама был сильнее его, но тут появился сотрудник Ассоциации Героев. Они узнали о новой опасности, и уровень угрозы был на уровне дракона. Геннесс попросил своего учителя сопровождать его, а Сайтама сказал, что ему все равно нечего делать. Позже они прибыли в штаб-квартиру Ассоциации Героев, и Сильверфанг был встречен самураем Атомом. Сильверфанг представил Сайтаму и сказал, что однажды он будет в первых рядах героев С-класса. После этого появилась торнадо и пожаловалась, что с ними привезли героя Б-класса. Сайтама удивился, почему в здании оказался маленький ребенок, и подумал, что она потеряла своих родителей. Позже навстречу прибыли все герои С-класса, и Дженнесс понял, что ситуация была серьезной, потому что пришли почти все герои С-класса с 1-го ранга 17-го ранга. Единственным, кто не пришел, были герои С-класса 1-го и 6-го ранга. Внезапно Сайтама спросил, можно ли ему выпить чаю, потому что он умирал от жажды. Затем появился председатель правления Ассоциации Героев. Он сказал героям, что возникла опасность, которая может даже поставить под угрозу жизни всех героев С-класса. Поэтому он спросил, не боится ли кто-нибудь и не хочет ли покинуть собрание. Никто не вышел из комнаты, и торнадо начал спорить с другим героем. Потом стало известно, что великая провидица мадам Шибабава была объявлена мертвой. Они узнали, что пожилая женщина подавилась кусочком жевательной резинки и умерла. Тем временем заключенный Пури Пури объяснил им, что Шибабава провидец, предсказывающий катастрофы, которые могут угрожать всему миру. Затем председатель рассказала о самом опасном пророчестве, которое она написала на листе бумаги. В нем было написано, что Земля будет в беде. Вот так они узнали, что через шесть месяцев на Землю прибудет дракон или монстр более высокого уровня, чем угроза. Герои поняли, что ситуация серьезная и мир может быть уничтожен. Однако они не знали, когда произойдет катастрофа. После этого все здание содрогнулось, и они не могли поверить, что штаб-квартира Ассоциаций Героев подверглась нападению. Небесный Король планировал завоевать Землю вместе со своей семьей. Внезапно все дети Небесного Короля потерпели поражение, и он был потрясен, потому что они были раздавлены, как насекомые. Кроме того, на Землю напала Звезда Смерти. Затем председатель Ассоциации Героев узнал, что на Землю обрушилась катастрофа. После этого мы видим мальчика, которого спас его отец. Он был напуган и не мог поверить, что увидел огромный инопланетный космический корабль. Пятиголовый инопланетянин тоже появился и хотел убить их, но герой остановил его атаку. Он успел вовремя увернуться и сказал, что он студент-атомщик. А потом герой напал на монстра, и председатель не мог поверить, что мир будет уничтожен на 99%. Впоследствии Сильверфанг узнал, что здание не было разрушено, потому что его построил металлический рыцарь. Герои хотели выйти наружу, и Дженос заметил, что Сайтама уже направляется к врагу. Внезапно на него напали, но он отразил пушечное ядро. Однако в него было выпущено еще несколько пушечных ядер, и он отправил одно обратно. Тем временем многоголовый инопланетянин восстанавливался и хотел убить своего врага. Он умудрился серьезно ранить героя молотком и посмотрел на своего противника сверху вниз. Затем он разделил его тело на части, но в последний момент оно было разрезано на мелкие кусочки. Появился самурай-атомик, и его ученик предупредил его, что монстр может регенерировать. Монстр не смог застать его врасплох, но он снова регенерировал. Так что его враг был рад сразиться с сильным противником, но он не думал, что у них есть шанс на победу. Затем появилась группа героев С-класса, и они с нетерпением ждали возможности побить врага. Заключенный Пури Пури не хотел снова проигрывать и напал на своего противника. Затем мы видим, как ассоциация героев отчаянно пытается всех эвакуировать. После этого Генос и еще одна группа героев С-класса собрались вместе, чтобы сразиться с боссом. Ронни Коулман попросил Кинга сопровождать их. Внезапно Кинг ответил, что не придет, потому что не умеет летать, и торнадо разозлился. Затем мы видим, как Сайтама и инопланетный генерал пытаются остановить его, но он тут же терпит поражение. Сайтама искал босса и по пути уничтожил весь космический корабль. Тем временем инопланетный босс ждал прибытия своего соперника. Затем мы увидели лорда Бороса, который направлялся посмотреть, что происходит на его корабле. Тем временем Гэри был потрясен тем, что захватчик победил всех их командиров. Сайтама уничтожил все камеры наблюдения, и Гэри боялся, что лорд Борос обвинит его в некомпетентности. Внезапно появился лорд Борос, и ему сказали, что какой-то злоумышленник создает проблемы на космическом корабле. Борос сказал, чтобы мы не паниковали, и он был уверен, что его элитные воины остановят злоумышленника. Затем мы видим, что в новостях сообщили, что появился космический корабль, и все основные дороги, ведущие в город А, были закрыты. Многие жители были шокированы этой новостью, а инопланетный корабль напугал горожан. Соник узнал о сильном враге по радио и почувствовал желание сражаться. После этого мы снова видим Пури Пури в плену, и он был измотан битвой с Мельзергардом. Мельзергард смог восстановиться, несмотря на все атаки, и он планировал напасть на героев. Серебряный Клык увидел приближение атаки и блокировал его атаки. Кроме того, Мельзергард был отброшен назад. Он был зол и послал часть своего тела, чтобы приказать кораблю сбросить бомбы вниз. К сожалению, металл Бат помешал его плану и закончил тем, что играл в бейсбол с летающей головой. Внезапно Гэри сообщил ему, что на корабле появился злоумышленник и что он должен быстро закончить бой, чтобы поддержать их. Тем временем металлическая летучая мышь продолжала пытаться уничтожить Мельзергарда впереди. Остальные герои сосредоточились на основном теле Мельзергарда и сражались с ним, используя все свои секретные боевые приемы. Ученики самурая Атома предложили им отступить, но никто его не послушал. Они были полны решимости победить врага, чтобы спасти мир. После этого Мельзергарду было приказано немедленно вернуться на корабль, но он был занят, потому что на него напали со всех сторон. Гэри был удивлен, что люди оказались сильнее, чем ожидалось, и он сообщил, что Сайтама уничтожил половину членов экипажа, поэтому Мельзергард приказал своему другу разбомбить его корабль. Местоположение. После этого голова Мельзергарда была разрублена пополам, и он не мог поверить, что захватчик убил почти всех. После этого металлбат заметил шарик и уничтожил его. В результате враг растаял, и он рассказал остальным о своем слабом месте. После этого самурай Атомик начал рубить врага, чтобы окончательно победить Мельзергарда. Тем временем мы видим Сайтаму, и его предупреждают, что если он продолжит уничтожать корабль, то умрет. Гэри просто испугался, и Сайтама не поддался на его ложь. Внезапно Сайтама ворвался в дверь и обнаружил диспетчерскую. Затем Гэри попытался напугать его, и он использовал фильтр на пчат, чтобы изменить свое тело. Затем мы видим инопланетного солдата, который был ответственен за бомбардировку. Он подумал, что его начальнику нужно сходить в туалет. Причина, по которой он не ответил, заключалась в том, что Сайтама не боялся. Затем он использовал свои гравитационные способности и попытался убить Сайтаму. К сожалению, его способности не сработали на Сайтаме, и инопланетянин подумал, что его зовут мафиозный псих. После мощной телекинетической атаки он решил, что Сайтама мертв. Сайтама подумал, что было бы невежливо, если бы в него бросили камень, и он бросил его в голову Гэри. Он также спросил солдат, где находится босс. Тем временем ребенок-император обнаружил, что уровень энергии на корабле растет, и они не могут эвакуировать всех. Один из граждан был истощен, и Муми-тролль появился, чтобы спасти его. Затем мы видим инопланетянина, который активировал артиллерию корабля, и героям удалось уничтожить еще больше шариков. После этого герои подверглись бомбардировке, и на этот раз Мельзергард был уверен в победе. Внезапно бомба прекратилась, потому что Торнадо использовала свои телепатические способности. Она послала бомбы обратно, и вражеский корабль был уничтожен. Ассоциация героев была впечатлена способностями Торнадо. После этого мы увидели Муми-тролля, который пытался эвакуировать как можно больше людей. Внезапно появились Стинг и Молния Макс, и предложили помочь Муми-троллю в его миссии. Постепенно героям удалось дать отпор, и они храбро сражались с Мельзергардом. Серебряному клыку удалось уничтожить еще один шарик, и у врага осталась только одна голова. Внезапно Серебряному клыку был нанесен удар, и монстру удалось вырубить самого сильного из группы. Мельзергард продолжал смотреть на человечество свысока и намеревался раскрыть свои истинные силы. Затем мы увидели лорда Боро, сидящего на своем троне. Он также почувствовал, что скоро появится сильный враг. Внезапно Сайтама выбил дверь и оказался перед инопланетным боссом. Сайтама был окутан опасной аурой, и Боро почувствовал, что он самый сильный воин на Земле. Он был взволнован предстоящей битвой и хотел узнать имя Сайтамы. Однако лорд Боро сказал ему, что он побывал во многих вселенных, потому что ему было предсказано, что однажды он встретится с сильным противником. Внезапно он напал на Боро и сказал, что тот не должен уничтожать другие планеты от скуки. Боро выжил после мощного удара, и Сайтама был удивлен. После этого Боро высвободил свою истинную силу и трансформировался в свою идеальную форму, которая не произвела на Сайтаму никакого впечатления. Затем началась битва между сильнейшим героем Земли и сильнейшим инопланетянином во вселенной. Сайтама ждал нападения, и его противник сумел противостоять его ударам. Спустя короткое время Сайтама нанес своему противнику сильный удар, и тот понял, что потерял руку. Лорд Боро похвалил его за силу, и Сайтама тоже зауважал его. Тем временем мы видим мастера Майки, который хотел сражаться с врагами в небе по-своему. Он был огромной скалой, прижатый к кораблю. Внезапно Торнадо сказала, что он стоит у нее на пути, и его гордость была задета. Она использовала свои телепатические способности и в одиночку уничтожила корабль. Члены экипажа были напуганы, и они были ужасно напуганы. Джинос был впечатлен героиновым Торнадо, и Драйв Найт сказал, что он отправится домой. Прежде чем покинуть поле боя, он планировал поговорить с Джиносом. Он предупредил его о металлическом рыцаре и сказал, что тот его враг. Затем мы видим Мельсегарда, он нападает на самурая атомного и смеется, как типичный злодей. Он сказал, что уже чувствует вкус победы, но Серебряный Клык оправился от своей атаки. Внезапно его тело было порезано, и Мельсегард попытался восстановиться. Серебряный Клык прекратил свои попытки исцелить себя, и ему успешно удалось уничтожить последний шарик своего тела. После этого самурай-атомик похвалил Серебряного Клыка за то, что он был слишком силен для старика. Другие герои были рады победе и планировали уничтожить инопланетный корабль в небе. Тем временем Муми-тролль сумел эвакуировать оставшихся жителей, Сайтама сражался со своим противником, а лорд Борос изо всех сил сражался с Сайтамой. Ему удалось ударить Сайтаму о несколько стен, но Сайтама не пострадал. Так что эти двое продолжали драться, и Борос нанес удар ногой с разбега. В результате они подрались за пределами корабля. Потом Борос сказал, что он был впечатлен, потому что никто так долго не мог выстоять против него. Он выстрелил в Железного Человека лазерным лучом, и весь корабль взорвался. После этого Сайтама получил сильный удар, и Борос был более чем уверен, что победит. Причина этого заключалась в том, что он происходил из вида, который был самым сильным живым существом во вселенной и всегда мог регенерировать. Сайтама был раздражен тем, что он так много говорил, и его враг разозлился. Лорд Боро провел свою специальную атаку, которая уничтожила многих членов его команды. Он также показал Сайтаме свои приемы рок-н-ролла и открыл восемь врат. Так что Сайтама оказался на Луне, и вид у него был скучающий. Потом он понял, что должен вернуться на Землю, и перед возвращением поиграл с лунным камнем. После этого он улетел обратно, и его враг был ослаблен. Внезапно Сайтама приземлился на корабль, и герои подумали, что корабль упал из-за торнадо. Тем временем Борос разозлился и снова атаковал Сайтаму со всей своей силой, но тот ударил его в живот. Ему удалось отбросить Бора назад, и Сайтама начал контратаковать. Таким образом ему удалось уничтожить тело Бора, но он восстановился и увеличил свои силы. Затем он нанес свой последний удар и направил лазерный луч на Сайтаму. В результате Сайтама нанес серьезный удар и отразил атаку в ответ. Он также победил врага и спас мир от угрозы. После этого Сайтама сказал ему, что он действительно силен, и Бора был счастлив познакомиться с Сайтамой. Он знал, что Сайтама даже не сражался со всей своей силой, и он признал Сайтаму самым сильным существом во Вселенной. Затем космический корабль рухнул, и Генос понял, что его учитель победил врагов. Тогда герои поняли, что им нужно бежать, и они удивились, почему Серебряный Клык был таким быстрым. Члены экипажа были в отчаянии, и корабль рухнул на землю. Позже появился человек в маске Ми, который не обрадовался, увидев перед собой разрушенные города. Он приказал металлической бите объяснить ему все обстоятельства и посмотрел на героев сверху вниз. Металлическая бита ответила, что появился инопланетный корабль, и они позаботились об этом. Внезапно моя маска разозлилась на ответ и оскорбила героев. Он почувствовал, что они потерпели неудачу, и самурай Атомик побежал к нему. Они сказали, что сделали все, что могли, а моя маска назвала их жалкими. После этого Металбет разозлился, потому что поп-идал не участвовал в драке. Внезапно с неба упала спасательная капсула, и из нее появился металлический рыцарь. Металлический рыцарь проигнорировал их, и Генос спросил его, почему он им не помог. Причина появления металлического рыцаря заключалась в том, что он планировал создать более мощное оружие с помощью инопланетных технологий. Затем мы видим мою маску, которая продолжает издеваться над героями, а Ронни Коулман находит выживших инопланетян. Они не хотели умирать, но моя маска немедленно уничтожила их. Ронни Коулман был потрясен и ответил, что они не имеют права жить. Генос понял, что человек в маске ведет себя как он сам, еще до того, как встретил своего хозяина. Позже Генос понял, что Сайтама до сих пор не вернулся и забеспокоился. Сайтама нашел выход, и Торнадо удивился, почему герой класса В оказался внутри корабля. Потом он проигнорировал Торнадо и захотел вернуться домой вместе с Геносом. Она разозлилась из-за того, что ее игнорировали, а Генос назвал ее избалованной девчонкой. Внезапно он разбился о камень, и она решила избить Сайтаму тоже. Серебрянозубы остановил их, и Сайтама забеспокоился, потому что Генос застрял в камне. Несколько дней спустя все жители узнали, что город А был уничтожен за один день. Кроме того, металлический рыцарь использовал инопланетные технологии и построил более сильную штаб-квартиру Ассоциации Героев. Прошло еще несколько дней, и в новостях сообщили, что в городе Зет снова появился огромный монстр. Плутон чуть не затоптал ребенка, но Джена вовремя спас его. Затем появился Сайтама и победил своих противников всего одним ударом. Он был разочарован тем, что снова смог победить всех своих противников всего одним ударом.